Вы слушаете канал Jash.Club. Древний Египет. Факты и мифы о легендарном фараоне Хеопсе. Тронное имя Хеопса, сына Снафру и его сводной сестры Хетип Херес, Балахнум Хуфу, который правил Египтом до 2566 года до н.э. Его самым главным достижением стала Великая пирамида в Гизе, сейчас считающаяся одним из семи чудес света. Пирамида Хеопса она состоит из 2 миллионов 300 тысяч блоков, весом около 2,5 тонн каждой. Работы по ее строительству заняли примерно 23 года. Пирамида была задумана как усыпальница Хеопса, ее создателем считается архитектор Химиону, дядя фараона. На момент постройки она имела высоту 146,6 метра, но из-за атмосферных явлений уменьшилась до 138,8 метра. На протяжении 3800 лет пирамида Хеопса была самым высоким рукотворным сооружением в мире. Раньше пирамида была покрыта белоснежным известняком с гладкой поверхностью, но это покрытие разрушилось из-за землетрясения в XIV веке, и из него были построены здания в Каире. Во внутренней облицовке усыпальницы использовался гранит. В пирамиде были обнаружены три камеры. Самая нижняя находится под землей, высеченная в скале, на которой установлена пирамида. Выше расположены камеры царицы и еще выше камера царя. Комплекс включает в себя заупокойный храм в честь Хеопса у пирамиды и еще один у Нила, три маленькие вторичные пирамиды для жен Хеопса, пирамида-спутник и пандус для процессий, соединяющий два храма. Так как уже в древности грабителями могил были разграблены почти все захоронения Древнего Египта, внутри Великой пирамиды не были найдены ни погребальный инвентарь, ни саркофаг. Было даже высказано предположение, что в большинстве своем пирамиды не предназначались для захоронений. В 820 году нашей эры люди Халифа Аль-Мамума вошли во внутреннее помещение пирамиды Хеопса с целью грабежа, проделав отверстие в стене, так как входы в туннели были закрыты гранитными плитами. В одном из храмов в Абидосе, построенном несколько позже пирамиды, была обнаружена статуэтка Хеопса из слоновой кости высотой 7,5 см. Значение имени Хеопса, имя Хеопса, Хнум Хуфу, означает «Хнум защищает меня» и включает в себя имя хатанического бога Хнума. Во времена Хеопса были введены многочисленные титулы, подчеркивающие божественную природу фараонов путем добавления имен определенных божеств. Термин «хатаническое божество» указывает на божеств, связанных с культами подземных богов, олицетворяющих вулканические силы. С этим термином связан миф об образовании Земли. Гея, богиня Земли, Перетас.